У вас должно быть сегодня у всех хорошее настроение. Не потому что прекрасный бюджет, его надо совершенствовать. А прежде всего потому, что совершаются исторические события в Казани, на Бриксе, где собрались самые влиятельные политики мира, которые предложили действительно судьбу, всеобщую судьбу человечества, в основе которой лежит мир, справедливый дружба, подлинный суверенитет и национальный колорит, который приумножает красоту всей этой прекрасной планеты. Вы должны поздравить нас, что та идея, которую проводил Путин последние 20 лет, наконец пробила себе дорогу и создала условия, при которых образовался реальный противовес натовской агрессии, американской глобалистике, тем военным авантюрам, которые они развязали сегодня на Ридме в Украине и Ближнем Востоке. Я очень внимательно посмотрел все встречи и реприговоры. Благодарим каналу 24, который блестяще показывает сам ход этого уникального события. А это событие состоялось в Казани и имеет тоже особый смысл. Республика Татарстан даже в лихие ельцинские времена не сдала свой суверенитет. Она все сделала для того, чтобы сохранить базовую промышленность. Там не переименовали ни одной улицы. Университет, которым учился Ленин, был приведен в идеальный порядок. Вместе с президентом Менихановым мы тогда открывали музей Ленина. И все делегации, которые приезжали в Москву, с удовольствием посещали Казань, знакомились с уникальным опытом национально-культурной республики, колорит которой сегодня вдохновляет и всех основных гостей. Наша партия – охранительница лучших традиций Великой Советской эпохи. Именно Великая Советская эпоха дала возможность каждому народу республики организовать все самобытное, лучшее в опоре на справедливость, дружбу народов и развитую экономику, науку и образование. В этом отношении гости особо отметили заслуги республики. И каждый, кого я слушал, отметил, что прекрасно организованный саммит дает надежду нам всем на будущее. Еще в начале 2000-х годов вышла моя книга «Глобализация и судьба человечества». Здесь раздел «Судьба России, судьба мира и главные центры силы». Китай – как полюс силы, Индия – как сверхдержава, исламский фактор, наследники халифов. Вот там мы реально видим, как выстраивается новая геометрия геополитики и взаимоотношений на этой планете. Меня даже порадовал общий вид заседаний и тех делегаций, которые встречались. Параллельно показываете вы без конца Байдена спотыкающего, его подругу, которая смеется беспричинно, и эти блеклые фигуры европейской политики, которые идут в фарватере нацистов и бандеровцев. Сопоставление в пользу тех, кто собрался в Казани и принял эту историческую декларацию. И сам факт приезда туда Гутерриша, секретаря, генерального секретаря, он свидетельствует о том, что и он выбрал именно этот саммит, а не Рамштайн и Ближний Восток, где Натаньяку просто шел с ума и вколачивает целые народы в землю, не даяя им нормально развиваться. Мы идем на этот бюджет с ясной и четкой программой. Более того, сегодня в правде и советской России опубликован наш доклад к очередному пленуму «Уникальный исторический опыт социализма, победе над германским гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом и новые очередные задачи». Эти задачи связаны как раз с программой победы, связаны с нашими 12 законами, которые обеспечат эту программу, и теми инициативами, которые проявляют народные предприятия. Почему говорю это особо? Потому что у нас завтра будет большой семинар, а потом пленум приглашаем вас активно. Я смотрю, сегодня здесь 17 каналов представлены. Я считаю, что на нашем пленуме вы увидите ту реальную практику, которую сегодня поддержал саммит БРИКС. Прежде всего, сложение лучшего опыта и уникального потенциала. Но ни в одной школе, ни в одной вузе сегодня не преподают и не рассказывают, каким образом наша страна сохранила свою государственность и каким образом мы спасли человечество от фашизма. Прежде всего, мы сумели проявить наивысшую волю, интеллект и возможность раскрытия потенциала народа. Этому служила ленинско-сталинская модернизация, этому служили реформы Брежнева и Косыгина, этому служат наши партии, последовательно продолжая лучшие традиции. Но главные традиции должны опираться на борьбу с вселенским злом. Финансовый капитал породил это зло, именуемое фашизмом и нацизмом, и это зло сегодня расползается по Прибалтике, Европе, Украине и угрожает практически всем. Вот наша программа оказания реальной помощи ребятам, которые сражаются против ООН, на ридной Украине, на коренных русских землях, свидетельствует о ее высокой эффективности. Мы туда отправили 130 конвоев и продолжаем это исправно делать. Мы приняли 20 тысяч детей, и дети уезжают отсюда с высоко поднятой головой нашими друзьями и товарищами. Все делаем для того, чтобы в народных предприятиях показать, как можно, не залазив в карман государства, решать самые насущные вопросы. Но я бы хотел обратить внимание единой России, которая сегодня будет всех агитировать голосовать за этот бюджет. Мы поддержим три главные программы – государственное управление, национальная безопасность и национальная оборона. Без этого невозможно решить задачи победы. Почти 40% бюджета направлен на эти цели. Активно поддержим. Но Единая Россия должна помнить, что мы продолжаем вымирать. И если социальные программы будут обесточены, если образование и наука не будут поддержаны и финансирование их удвоено, если уникальный опыт советской борьбы и советского патриотизма не станет достоянием всех школ, дальше побеждать будет невозможно. Нас больше всего тревожит социальная политика. Мы не выбрались из той грязной колеи, которую протоптали. Эта социальная политика по-прежнему ущемляется и урезается. В стране, как бы мы ни отмечали и ни праздновали, 10 миллионов человек живет на 14 тысяч и менее. Это полуголодная не жизнь, а смерть. 20% граждан имеют средства только на еду. Они не в состоянии выращивать и обеспечивать развитие своих детей. 60% не имеют ни копейки, ни своих сбережений, ни в банках. Нам надо все сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась. А 500 миллиардеров скопили 700 миллиардов долларов в 63 триллиона рублей, полтора бюджета. Нам придется менять финансово-экономическую политику. И придется все делать для того, чтобы идеи, которые высказали на Бриксе и в Казанской декларации, были реализованы. А это идеи социализации жизни моих полностью поддерживают.